Дмитрий Николаевич Они сейчас тренируются на манеже, да, центрального стадиона Но периодически там то ярмарка, то индийские товары, то концерты И вот есть перебой с тренировочной базой Будет ли у них какой-то оплот, где будут только они и никаких индийских товаров? Манеж, как все знают, прекрасно, что он частный Как бы вот со стадионом более-менее сейчас разговор пошел в ту сторону, в которую нужно Вроде как в следующем году он будет государственным Ну там или государственным, муниципальным, ну неважно какая будет сейчас собственность, да, вид собственности Что касается манежа, то зарабатывать денежные средства на свое существование Мы как можем с директорами договариваемся Договариваемся о проведении мероприятий Я могу сказать, что в этом году мы провели мероприятие в три раза больше, чем в прошлом году в манеже Потому что у нас есть взаимопонимание с директором Нам идут на уступки, нам идут на уступки по арендной плате Но мы прекрасно понимаем и прекрасно все понимают, что любой спортивный объект Он требует финансовых вливаний Тем более манеж, который уже много лет не ремонтировался Там есть проблемы с отоплением И как бы запретить ему проводить там ярмарки и каких-то там мероприятий мы не можем К сожалению, да, для нас То есть ведем мы переговоры насчет того, чтобы все-таки на зимних каникулах Но вообще на каникулах, на любых каникулах, когда у нас массовость детей возрастает И дети как бы уходят со школы и начинают заниматься больше Чтобы не проводить там никаких ярмарок Планировали мы строить манеж Об этом мы анонсировали, даже сделали проект Сейчас ведем переговоры, тяжелые переговоры с Министерством спорта Российской Федерации Манеж будет стоить где-то порядка 400 миллионов рублей В Туле, да, и вы планировали строить? Планируем в Туле, да, но сейчас это все отодвинули на программу 2016-2020 Новая программа, которая стартовать будет в 2016 году Сейчас у нас договоренность четкая с Министерством спорта Что мы завершаем эту программу, которая с 2006 года идет В 2015 году у нас последний год, следующий год Он будет заканчиваться и программа будет тоже заканчиваться И мы планируем в этом году у нас три ФОКа и в следующем году еще четыре И программу мы завершим Завершим, как говорится, на мажорной ноте и перейдем в новую программу 2016-2020 Это одно из условий Министерства спорта Чтобы мы были полноценными участниками следующей программы Подождите, вы сами затронули на тему ФОКа, да? Физкультурно-оздоровительный комплекс Они сейчас строятся по всей области Очень широко анонсируются А почему нельзя предусмотреть там, вот в этом проекте ФОКа Хоть какой-то манеж? Это невозможно? Нет, я могу вам сказать, что в принципе те ФОКи, которые мы открыли, например, да, вот, мы открыли летом ФОКа в городе Щекино Я могу вам сказать, что там занимаются легкоатлеты внутри Они проводят определенный тренировочный процесс, он проходит в этом ФОКе Но нет там дорожки 200 метров, как, допустим, в Манеже Но я могу сказать, что Манеж наш, Тульский, он тоже старый Там нету очень много видов легкой атлетики Легкая атлетика – это очень такой широкий вид спорта, в котором очень много подвидов, да? То есть легкая атлетика – это такое большое глобальное название У него там есть и бег, и спринт, и... То есть, а еще есть такие виды, как метание, ядра Ну, понятно, что в Манеже это невозможно Прыжковые элементы у нас ни одного нет Поэтому мы хотим сделать Манеж, который будет всю, ну, всю легкую атлетику охватывать И у нас есть уже, я ездил и господин Балахничев, президент Федерации легкой атлетики Российской Федерации Мы с ним общались, как бы наметили планы, посмотрели проекты И разработали такой общий проект на 400 миллионов Я могу сказать, что Манеж, хороший Манеж, полноценный, стоит, ну, миллионов 800 Мы и так смотрим, ужимаемся, там, и рассматриваем варианты, как бы Весь год мы следили за строительством физкультурно-оздоровительных комплексов Где отстают по срокам, где опережают Как закрывается 2014 год по их строительству? Закрываем, по плану все у нас пока, слава богу Нигде нет опоздания, никакие объекты не перекинутся на 2015 год? У нас объект один, Ефремов, мы два объекта сдали, как и обещали в этом году В начале года поздавали те объекты, которые начинали строить в 2013 году И один объект, я думаю, в январе мы будем его сдавать Ефремовский, он довольно-таки большой, очень большое финансирование У нас были шероховатости с проектной документацией Переносили мы срок, мы сейчас где-то на 3-4 месяца срок перенесли Поэтому мы вываливаемся на январь, его сдача Я думаю, в конце января будем сдавать его, уже объект Ледовый дворец, Туле, будет? Ледовая арена будет в мае открыта А почему не Ледовый дворец? Ведь на этой Ледовой арене невозможно проводить соревнования Возможно проводить соревнования, но они будут регионального уровня соревнования И там будет небольшое количество зрительных мест Да, их совсем мало А Ледовый дворец у нас будет, я думаю, что все уже устали от этой мысли слушать Каждый год мы там что-то анонсируем Да, каждый год обещаем Обещаем, обещаем В этом году у нас очень были тяжелые переговоры с «Газпромом» по данному вопросу Но объект мы все-таки договорились, объект будет 9 тысяч квадратных метров То есть это не только Ледовый дворец, там будет еще и спортзал, там будут еще 3 дополнительных зала А территориально где в Туле? Новомосковское шоссе с пересечением с Рязанкой И когда хотя бы предварительно? Предварительно у нас сейчас проектные работы завершаются, слава Богу То есть проект почти год делался То есть большой проект, очень серьезный, 9 тысяч квадратных метров Это, я думаю, что Тула увидит этот объект Но я думаю, к концу 2016 года мы его в лучшем случае достроим Очень большой объект И я думаю, где-то, наверное, в марте начнем строиться Тульский велотрек Трибуны ремонтируются, что-то делается А в общем есть какое-то понимание, когда он весь будет абсолютно вычищен? Ну, Тульский велотрек у нас функционирует То, что мы в прошлом году делали работы, мы все доделали У нас там есть еще моменты по восточной трибуне У нас западная трибуна, мы ее все переделали Там сейчас находится у нас и школа учебного спортивного мастерства И молодежный центр у нас туда переехал Территориально он там теперь находится И я не думаю, как бы велотрек у нас один из лучших в Российской Федерации И когда в мае месяц мы проводим Большое престулы Приезжают к нам гонщики из других стран даже Наше полотно одно из лучших в Европе Это отличное полотно для детей, отличное полотно для тренировок Отличное полотно для проведения российского уровня соревнований Мы в этом году взяли три соревнования В следующем году возьмем четыре российского уровня Проведем первенство России на треке у нас будет проходить Я думаю, может быть даже два мы их возьмем Чтобы замкнем окончательно на себя эти мероприятия И я думаю, что будем выбивать новый трек для Тульской области А все виды спорта получают одинаковую поддержку? Или вы все-таки по каким-то критериям выбираете? Вот этот спортсмен поедет, этот не поедет? Смотрите, у нас сейчас очень много денежных средств тратится Конечно же на футбол, на велоспорт Чуть поменьше идут базовые виды спорта То есть там дзюдо, легкая атлетика та же То есть волейбол, баскетбол довольно-таки большое финансирование в этом году мы проводили Потому что, и я скажу, что результат не заставил долго себя ждать Наши команды по волейболу, по баскетболу, детей И выигрывают первенство России, и занимают И ЦФО, ЦФО вообще прошли А раньше, то есть, ну, я не помню таких результатов И вообще хочу сказать, что за 13-й год у нас результат улучшился Если там по количеству медалей брать, то в два раза Чем там за 14-й год, чем за 13-й год А если брать за 12-12 год, то я даже не хочу говорить о том, что эта цифра Она такая колоссальная получается Вы сами затронули тему футбола Академии футбола в Тульской области быть? Ну как быть, она есть Но мы же говорим о том, что будет построена новая база, правильно? По-моему, в обидима Нет, мы говорим о том, что, значит, мы реконструируем базу, которую нам отдали То есть, из Министерства образования нам перешла Школы, интернаты были, как бы, ну, реорганизованы Нам досталась база в обидима Мы запланировали в следующем году туда поставить поле 110 на 70 Полноценное, полуформатное, с искусственным покрытием Мы доделали поле в Ленинском поселке, тоже полноценное, с искусственным покрытием Вот сейчас завершили работы И планируем провести реконструкцию где-то к первому сентябрю 2015 года Того корпуса, где будут наши дети проживать Но это будет абсолютно полноценная школа, правильно? Это будет академия полноценная Да, он там будет жить, я думаю, даже неделю, а месяцами этот вопрос будет закрываться Школа у нас подключается в плане образования, мы не бросаем этот процесс Мы сейчас занимаемся тем, что эту школу тоже немножко реорганизовываем, добавляем туда специалистов, учителей Чтобы образование в этой школе не отличалось от Тульской Потому что мы прекрасно понимаем, что никого насильно мы заставлять туда заходить не будем То есть никого не привлекать, а будем всех привлекать теми услугами, которые будем оказывать А есть уже заявки на эту школу? Вы понимаете, какой будет туда конкурс? Как будете отбирать? У нас есть целая стратегия, дорожная карта, мы ее разработали С 22 августа у нас она существует, такое, как в Академии футбола У нас там есть и учителя, и тренера, но тренера у нас пока находятся по районам Мы пошли немножко другим путем Мы рассредоточили своих тренеров по районам Они сейчас до 1 сентября 2015 года нам будут подавать заявки А то есть они сейчас в районах смотрят, где таланты для молодежи? Они сейчас в районах, да, вот селекцию проводят То есть они селекционируют сейчас А все-таки в обидимы, когда будет открыто? Я надеюсь, 1 сентября 2015 года мы запустим полноценно этот объект, проект И там будут у нас 6 возрастов, где-то порядка 125 детишек Строительство каких еще крупных объектов нам ждать в 2015 году? Вот Академия футбола в обиде Академия футбола, у нас, значит, стадион в Суворове Мы ставим искусственную поляну туда тоже Футбольное поле, правильно? Футбольное поле с искусственным покрытием 110 на 70, полноценное футбольное поле И тем самым мы завершим тот комплекс, который мы начали там несколько, там, год назад Мы поставили туда фок новый В этом году мы отремонтировали здание, в котором идут раздевалки душевые для футбола Произошло, значит, ставим туда хоккейную коробку Сейчас вот будем устанавливать новую хоккейную коробку И над стадионом мы завершим этот такой полноценный объект И город Суворов у нас будет просто обеспечен А что с Кимовским районом? Там же со стадионом была грустная история Подрядчик не справлялся со строками? С подрядчиком у нас очень тяжелое сейчас отношение находится в суде То есть он не построен, стадион, Кимовский не сдал Значит, работы остановлены из-за того, что зима пришла И те работы, которые... Все работы подготовительные мы выполнили Мы сняли поле, значит, было все переделано основание Была проверка, проведена капитальная проверка того, что было сделано Очень многое переделали, досыпали, доделали, выровняли И единственное, что не успели, как бы, в зимних условиях нельзя клеить эту поляну искусственную Хотя она есть, мы готовы были ее клеить Я думаю, что как плюс пять придет на улицу, мы сразу же придем в Кимовск То есть весны работы будут доделаны? Да, у нас будет Щекино и доделан, и Кимовск будет доделан Плюс у нас на следующий год по программе с Министерством, опять же, спорта Российской Федерации У нас еще два поля, одно в обиде мы поставим Большое полноформатное с искусственным покрытием И второе у нас поле будет на стадионе Металлург, город Тула В 2015 году у нас мы сдаем еще четыре ФОКа И сколько в итоге тогда, получается, построили за вот этот период с 11 до 15? Если взять еще два Газпромовских, которые тоже в 2015 году мы сдаем Один в конце января, другой в конце марта В Щекино и в Ленинском Больших Газпромовских бассейнах вместе с ФОКами То он будет 13, как мы и обещали Мы в этом году еще 26 объектов спорта отремонтировали Все его прекрасно видели, что, допустим, ну вот можно признать В начале года мы открывали Липкинский бассейн, который 15 лет не работал Сейчас вот недавно открывали Донском бассейн, который 8 лет не работал Президент издал указ, что скоро всем грозит сдача норм ГТО Насколько готовы? Есть ли база? И сдадим ли? Ну, по ГТО этот отдельно у нас, как бы сейчас целый кластер, да, мы там развиваем этот вопрос И, ну, у нас пока задачи небольшие, то есть мы не вошли в состав 12 вот этих Пилотных, да? На которых, да, на которых все это опробируется На нас не будут опробировать, мы будем готовы решение брать Может, с одной стороны, даже и хорошо У нас на следующий год стоит план У нас два фестиваля мы проведем ГТО Это для школьников, для студентов Мы начнем с нашего основного, как бы, людей Это школьники и студенты, с которыми более проще И мы понимаем, как, что И будем на них, конечно же, смотреть все эти нюансы, которые возникнут Чтобы дальше В 2016 году, да, у нас уже есть задачи, привлечь еще заводы То есть для нас самое главное привлечь людей, чтобы они сами приходили И, конечно же, не хочется, там, смотрели Советский Союз, СССР, сдачу ГТО Смеялись очень долго, при 246 миллионах населения, 268 миллионов сдали ГТО Ну, как бы, все прекрасно понимают, что вот таких вот ошибок допускать нельзя Когда, там, школьник сдавал и с мамой, и с папой, и там, ну, как бы, все это записывалось Поэтому будем привлекать, будем заинтересовывать, заинтересовывать, может, зарплаты, там, 10% Каким-то поощрением, да? Ну, конечно, ну, а какое в наше время, в коммерческое время, какие могут быть поощрения? Конечно же, там, зарплаты, конечно же, отгулы, конечно же, там, дополнительное свободное время какое-то там Когда-то подняли проблему вовлеченности в спорт, процент повышается? Повышается, конечно Вот сейчас какой процент по-то скорости? 23% сейчас А было? С 11% в 10-м году 23% от среднего возраста идет? Средний возраст, это, конечно же, 20-35 Как привлечь? Инфраструктуру, например, привлекать Людям нравится, да, приходить в новое Людям нравится, как бы, принимать блага без всяких, там, каких-то проблем Поэтому хочется прийти, переодеться, помыться, как бы, то есть, ну, опять же, инфраструктура должна быть Хочется побегать, там, на покрытие на резиновом, там, а не на асфальте, например Поиграть в футбол не на, там, поле, которое все в кочках, а именно на искусственном поляне То есть, ну, то есть, ну, блага-то у всех одни и те же, и принцип-то один и тот же Ну, план у вас грандиозный, удачи вам и спасибо за интервью Спасибо